Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник, в День Святого Духа, за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 10 по 20. Послушаем это евангельское зачало в прочтении иродиакона Свято-Троицкой Александра Невской Лавры Отца Александра. Речи Господь, блюдите да не презрите единого от малых сих, глаголю бы вам, яко ангели их на небесе хвын увидят лице Отца Моего Небесного. Приди бы, Сын Человеческий, взыскать и спасти погибшего, что вам ниться, аще будет некоему человеку сто овец, и заблудит едино от них. Не оставит ли девять десяти девять в горах, и ше ты ищет заблудшие, и аще будет обрестию, аминь, глаголю вам, яко радуется о ней паче, неже от девяти десятих и девяти незаблудших. Такой не с воля пред Отцем вашим небесным, да погибнет едино от малых сих. Аще же согрешит к тебе брат твой, иди и обличи его между тобою и тем единим. Аще тебе послушает, приобрелось и брата твоего. Аще ли тебе не послушает, пойми с собою ищи единого или два. Да при усе двою или три свидетелей станет вся глагол. Аще же не послушает их, повешь церкви. Аще же и церковь прислушает, будет тебе, яко же, язычник и мытарь. Аминь, Бог, глаголю вам. Или кааще свяжете на земли, будут связаны на небеси. Или кааще разрешите на земли, будут разрешены на небесех. Паки, аминь, глаголю вам. Яко аще два от вас совещает на земли овсяцы вещи. Еже аще просита, будет има от отца моего иже на небесех. Иде же боеста два или трие собрань его имя мое. Ту есим посреди их. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо отца моего небесного. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат притчу о заблудившейся овце и повествуют о беспредельной любви и милосердии Божьим к падшему человеку. Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Чтобы нагляднее показать, как дорого в очах Божьих спасение человека, Господь сравнивает себя с пастырем, который, оставив целое стадо, то есть бесчисленные сонмы ангелов, пошел искать одну заблудшую овцу, то есть падшего человека». История, рассказанная Христом, была понятна окружавшим его людям. Необходимо отметить, что в Иудее того времени пастбище были расположены в холмистой местности, которая находилась подобно горному хребту в самой середине страны. Это было узкое гористое плоскогорье без каких-либо ограничительных стен и изгородей, а потому овцам легко было заблудиться. Пастбище были бедны, следовательно, овцы много кочевали, а когда они сбивались с пастбищ, плоскогорье, в ущелье и лощины, тянущиеся по обе стороны, то могли оказаться на уступе, с которого невозможно было ни подняться выше, ни спуститься. И, следовательно, оставались в таком безвыходном положении, пока не погибали. В те времена стада обычно принадлежали общине, а потому при них было несколько пастухов. Вот почему один пастух мог оставить девяносто девять овец на попечении своих напарников, а сам отправиться на поиски. А потому Господь и рисует этот образ. Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели у девяносто девяти незаблудившихся. Блаженный Феофилакт поясняет, у какого человека было сто овец? У Христа. Ибо всякое разумное творение ангелы равно и люди – это сто овец, пастырь которых есть Христос. Итак, он оставил девяносто девять из своих ста овец на небе, принял вид раба, пошел искать одну овцу, то есть человеческую природу, и радуется ей более, чем твердости ангелов. Вместе взятое это указывает, что Бог заботится об обращении грешников и радуется им более, чем тем, кто имеет твердость в добродетели. Таким образом, своими словами Спаситель желал показать, что Он пришел искать тех, кто уходит прочь с дороги и теряет ее. Бог недовольствуется тем, чтобы просто ждать, пока люди вернутся назад. Он идет искать их, чего бы это Ему не стоило. И поскольку Бог Сам ищет заблудившегося различным образом, даруя Ему возможность покаяться и обратиться на путь истинный, то Христос говорит, «Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих». Преподобный Иустин Попович замечает, когда человек пропадает и гибнет во грехе, он всегда пропадает и гибнет по своей свободной воле. Ибо никто не может его принудить ко греху ни бесы, ни люди. Такова его богообразная свобода. А меньше всех может и хочет его принуждать ко греху Бог, воля Отца Небесного, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Эту волю он выразил и провел, посылая Сына Своего Единородного, чтобы спасти род человеческий. Воля Божия, дорогие братья и сестры, заключается в спасении всякого, кто доверится Сыну Божьему, призовет Его имя, позволяя любви Божьей проникнуть во все уголки нашего существа, обновляя и возрождая нас к жизни в этом мире и будущей вечной жизни. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь!